Добрый день, уважаемые журналисты. Добро пожаловать на наш день ритм по вопросам актуальных для студентов. Меня зовут Фима Алису Таните, менеджер по коммуникации Европейского гуманитарного университета. Мы чуть-чуть опаздываем, так как только что состояла длинная встреча, первая встреча нового лектора Европейского гуманитарного университета со студентами. Их собралось очень много. И сейчас, в очередь, самые известные новости я представлю, кто присутствует. И добро пожаловать на наше мероприятие. Это президент студенческого представительства Европейского гуманитарного университета Денис Ключинский. Добрый день. И нам помогает сотрудница Европейского гуманитарного университета Екатерина Коволкова. Добрый день. И тогда я попрошу Дениса Ключинского представить самые актуальные вопросы для студентов. Добрый день. И в Широ всех приветствую. Первое, что хотелось бы позяковать с подобным коллегам за то, что мы не смогли, если какие-то векуткие термы, знать эту встречу. Блог, видимо, добрый, как такие встречи стали регулярными. Блоги есть, видимо, вели, корыстными. Блога сейчас. Спасибо, мисс Поллик, за встречу. Я очень рад, что мы успели организовать эту встречу так быстро, после того, что вы получили директор. И мы надеемся, что мы можем помогать их регулярно. Мы задали шмат розным питанием. Некоторые из них были уже такими резкими, некоторые были больше профессиональными. Мы сейчас таки взглядывающие из наших целых оснований. Одного зайдет из оснований, который Михайлов. Это за все это оказалось критично. Взглядывающие из... Про себя. Про себя так само. Взглядываю, что мы таки одного из член-селкерованной Рады, Григорий Принц, который написал книгу, «Тич не втечал на часовой сети». Взрештимус, мы можем их обращать визу нашим керамистам. Было шума питанье, на некоторые из них было отказано ясно. Некоторые из них достались такими больше, как нам подалось, а чем нам не подалось, возникли. Мы задавали много вопросов. Некоторые из них были более сложные, некоторые более личные. И мы получили много ответов. Некоторые из них были более очевидными, а некоторые из них были более блурные. Как Анатолий Арсеньевич Михайлов научил нас, чтобы быть критичным и думать критично. И было принято шума с успеха питанье. Один из наиболюш... Такое питание, которое произошло, доверие на даже студентам, это повышение ставок оплаты. Усподар Колик сказал, что вновь какие-то что-то повинны. Те студенты, которые могут платить, они повинны платить больше. После чего мы испытали, что есть конкретный механизм, как можно выслушать, и как будут студенты платить больше или меньше. На этом не отнимают вопрос, потому что конкретного механизма надать не могут. Не надо. Вот и мной была пропонована одна стаблица, которую вы можете сами поглядеть на нашей веб-сторонце, у ежегодных справоздашек. Я говорю про то, что ранее, скажем, в ИДО 5 тому, студенты навод, университет больше тренировал студентов в полном сексе, и на эти 14% отцов, про которые мы говорим, что зараз студенты забеспечивают 14% в бюджетах, ранее это было иначе. Чтобы можно констатировать факт снижения огромной тренировки для студентов. На конкретном примере мы можем сказать про то, что это было багато, потому что кошечное учение было 1200, зараз у них весь пологой. Основная идея того, что мы все-таки не повинны понимать, как кошечное учение. ИНТРИГУЮЩАНИЙ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Mr. Pollack once again said that it's possible to find out who can pay more and that some people can afford to pay more than they do. We asked about the exact mechanisms, how these people will be found, but we didn't receive a clear answer about the exact mechanism of this process. Also, we know that earlier the university provided bigger and higher student support, financial support for the students, but now we can see the present figures say that the student support has decreased. One of the most important questions was also in regards to Mr. Pollack's salary. Mr. Pollack didn't answer these questions, saying that this is his personal matter. Mr. Pollack, we have no idea what it is. It is that it is such a response for the students, but we also want to understand that we have to look at the real time that we have to look at the future before the board, and to be recognized at the stage, we need to look at our people's offer, Студенты в политике относительно нас к донорам, как, в целом, господа, полик, доноры, обвязываются нам сделать стратегический план под конкретную дату, что, господа, полик, неизбежно. Поэтому мы желаем вам ожидания успехов, но вот три питания, и они остаются перед нами везде, что ты еще открыт. Я запрошаю рассказы о доступном разуме, если мы сможем, господа, полик, поиграть с разным волейбол. Как вам предложить? Мы объявляем, что наш новый ректор faces many challenges, и мы желаем ему успех в отношении с донорами, в увеличении поддержки студентов, и в решении других вопросов, которые являются важными для нашего университета. И мы также приглашаем вас играть волейбол с студентами в следующем турнире. И еще попрошу тоже, это такая одна из целей этой встречи была, ну, показать конструктивный подход студентам. Ну, как вы предлагаете решить? Какие все ваши предложения, чтобы тоже, как бы, как одна коммуникация помогли? Возьмите, да, доброе питание. Я вот, чему, одно из таких самых питаний, которые мы сняли на этой встрече, что мы беру, что вот теперь, что по статуту была выкраслена студентская пространистая эпоха, я уже думал, что это питание по проекту простое, чтобы доведаться, как мы ригитым парад, как мы можем находиться у керованного университета, то есть сейчас требовать, как мы. И вот, если от каждого человека питание, я думаю, первое всего про сценарий, про керованного университета, я думаю, мы будем участвовать в конце концове. Так само про персональные контакты с друкторатом, про персональные контакты с нашим менеджментом, про студентское пространство, потому что я разумею, что не все студенты просто про свою физичную заслуженность, про то, что ищемат справа могут быть в 12, я приготовлю студентское пространство, такое демократичное рай, и разум со студентами мы можем этим способом помогать. There was a question about why the students' representation was deleted from the present version of the statutes, and we still hope that students will be able to legally influence the management of the statutes, of the university through their presentation in the governing boards, through personal contacts, and through the senate as well. Единственное, что мы ожидаем, что больше таких ситуаций в наших университетах практически не было, мы сейчас предлагаем задание задать про то, что донали заморозили участку из наших финансований. Я надеюсь, что через общий университет, мы сможем избежать таких ситуаций, как, например, отзывы на нашу вопрос, которые будут правы на нашу работу. Спасибо за вашу экспертность. Что же стоят на вашу мысль? Сейчас вопросы ректору, после того же встречи, какие самый главный предложения с нашу сторону? What are the main comments after the meeting with students? So, we asked you now also to... There was a long meeting, so what are the main statements from your side? The meeting, actually, I thought that was a very enjoyable meeting. The students were very open and candid. They asked about things that they cared about, which is exactly what you would expect them to do. They were... I did not find them to be terribly challenging in the sense of, you know, pressing too hard. I thought that they were very civil, and I enjoyed that sort of conversation, you know, very, very much. So, it was a pleasure, and I appreciate, you know, Ben and Dennis' comments here. There's a couple of clarifications just so that we're... Oh, I'm sorry. No problem. No problem. Yes, I really got a great pleasure from the meeting. Students asked a lot of important questions for their life. I would not say that the meeting was a tense, questions were really important, and all of them were very natural and good. Well, there were several topics that, as Denise correctly reported, that were very much in the minds of the students. I think the first was the issue of tuition, understandably. I think people are very concerned about, you know, limited resources that they have in their own, you know, their own wallets. And what I did say was that those students who cannot afford, you know, to pay, we wish to support them. Students who can afford to pay more, their families can afford to pay more, we wish that they would provide additional support. So it is not a case here of suggesting that we just want to raise tuition on people who can afford it. Like, Denise правильно отметил, уже были подняты важные и насущные для студентов вопросы. В частности, обсуждалась оплата за обучение. И, естественно, мы с нашей стороны желаем помочь студентам. И речь идет не просто о повышении оплаты за обучение, речь идет о том, чтобы помочь студентам, которые нуждаются в финансовой помощи. Либо же поднять стоимость обучения для тех, кто может себе это позволить. And in regards to salary, just to clarify this so people understand it. The salary is public. There is no problem with that at all. And it's an issue just of the board revealing that, or the head of the search committee. It's quite public. There's no difficulty with that at all. And it indeed is an adjusted salary that is more in accord with the salaries of the region, you know, now. When Denise said it's private, what he meant was that it's private from my perspective. I do not talk about my salary with people. But it is a very public number. Anyone can have access to that. All they need to do is ask the board or the search committee. They... That's a very public number. That's a very public number. That's a very public number. I think an important question was raised about the students within the statutes of the university. So that the new statutes are not addressing the student section the way it did in the previous statutes. And I think the reason for that, frankly, is that very early I indicated to the board when I was in consulting school that your more sophisticated and mature universities have several documents that work here. And what about the statutes of the student section of the statutes, then, as you know, the student section of the statutes of the university is not presented in any way, В то время, когда я был консультантом в Ягу, я выступил с такой мыслью, что все достойные университеты в мире имеют несколько документов, которые регулируют разные сферы жизни. К трем основным документам относятся в первую очередь статут, затем руководство, хендбук для преподавателей, в котором указаны все права и обязанности профессорского преподавательского состава. И третий документ – это руководство для студентов, в котором также отражены права и обязанности студентов. То есть, вместо того, чтобы излагать вопросы и права студентов в статуте, мы пришли к тому, что будет создаваться отдельный документ, это руководство для студентов, которые вместе с ранее упомянутыми двумя документами создадут легальную юридическую базу для функционирования всех органов. И в том, что все вопросы, которые будут выглядеть, у меня есть несколько вопросов. Один из моих любимых фильмов последнего года – «Екзотик Маригород-хотел». И есть цитата из молодого человека, который ругает хотел, которая говорит, что все будет очевидно в конце, но если это не очевидно, это не только конкретно. Что касается вопросов, ответов, которые студенты посчитали размытыми, то я припоминаю цитату из моего любимого фильма «Последних лет», который называется «Экзотический отель Мэригород». И главный герой, молодой парень говорит, что все завершится, все станет ясным в конце. Если это еще не стало ясным, значит, это не конец. И я с радостью принимаю приглашение поиграть в волейбол. Несмотря на все, я скучаю по летнему песку и хочу опять сыграть вместе со студентами. Спасибо. Еще есть несколько вопросов и поступает много вопросов от родителей, от студентов в ИГРУ. И главный вопрос есть такие, все, что касается поступления в этом году. Будет ли повышаться оплата за обучение в этом году? Будет ли ИГРУ иметь стипендии для студентов? И по поводу девальвации рубля, может ли ИГРУ создать более гибкую систему аглаты? И мы получаем много вопросов от родителей, от студентов, от студентов. И эти вопросы говорят, что обучение в тюрьме, будут ли они увеличены в тюрьме? Будет ли ЭГРУ продолжать участие в тюрьме в тюрьме? Итак, если эти вопросы не будут учитывать, то мы можем просто поставить их в тюрьме в тюрьме. В истинские вопросы будут обучаться в тюрьме в тюрьме. И дело у нас продолжение в тюрьме, которые будут обучаться в тюрьме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова мы будем рекрутировать, и как они будут общаться с игрушками, это будет прекращаться в следующем году. Мы будем более структурировать это. Что касается повышения стоимости оплаты, то однозначно стоимость оплаты не будет повышаться. Мы продолжим предоставлять стипендии нашим студентам. Что касается более гибкой системы оплаты в связи с девальвацией, то мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Однако это немного сложно по некоторым бухгалтерским причинам. Что касается дефицита бюджета, то, конечно же, он влияет на все процессы в университете, однако это не значит, что количество программ будет сокращаться. Пока у нас есть набор на какие-то объявленные и заявленные программы, то они будут открыты и на них будут набираться студенты. Спасибо. И мне очень хочется сказать, что Денис Курчинский, в данном году в МИПУ разручало заявление, что преподавательский состав и студентство будут представлены в Совете управления английского языка. И преподаватели будут представлять два сената. Оформа представительства студенчества будет утверждена на следующем заседании общего собрания учредителей игру после консультации со студентами и студенческим представительством. Так, предлагаете ли вы главу студенческого представительства в качестве представительства студенческого представительства? Ну, насколько я веду, в этом стоит питание, о чем проблем с представительством省 aceна 준비а с из-за свежей последовательной встречи, потому что, злобно с статутом студентского пресс-то-мисства, в системном параграфе, который рассказывает про президента студентского пресс-то-мисства, там написано, что регион должен быть представлен во всех кировых органах университета и по замежанию. И на кольке я веду, если вы сейчас прогрессируете, и как у всех веков некая складанность, то мне предоставляется в пресс-то-мисстве, экс-офично, нужно быть поставлены гировой рейт, потому что в этом году, как мне кажется, это был я, а в наступном это будет залежность от выборов студентского пресс-то-мисства, а эта такая система, мне будет заверен юридичной, потому что в любом парадке как президент, является божьим освещенным в справах университета. According to the student, the statutes of student representation, and according to Lisvanian law, the president of student representation is an ex-official member of all managing bodies of the university. So the system seems to be logical, and because the president knows the best what is going on among students. I have a question to both of you, and I'll leave it in English first. The two official information said that the two faculty and students ratio is one to eight, and the two claim that we call students by name, which sounds hostile. On the other hand, it costs a lot of money to find one teacher for one for eight students. Do you think this ratio is more advantage or disadvantage? По официальной информации, соотношение количества преподавателей и студентов в ЕГУ составляет 1 в 8. ЕГУ заявляет, что обращается к студентам по имени. Это звучит оптимистично. Однако, с другой стороны, наличие одного преподавателя на восемь студентов стоит немало денег. Как вам кажется, такое соотношение? Это скорее преимущество или недостаток в ЕГУ? Может, студентам начнем в их медведи и статусе? Ну, мне приватно, по сути, подобается, что я веду всех своих преподавателей, а все преподаватели ведают у всех нас примерно. Потому что я не лишил это некоей заганной, где вы не вышли вот это. Я говорю, разумеете, ЕГУ, она создает, при нам все спорала, использую себя вузе спорать, и даю некой суворенности. Когда ты ведаешь на преподаватель, когда преподаватель ведет на тебе, когда ты можешь вернуться до их... Я не скажу про него фамильярность, а я к этому аж вернулся до их, пусть как-то шире, из... а не яркой... где-то эти... а не яркой проблемы. Это... тын ли какой директор, тын ли какой-то кированный рак, какого-то угодно. Это то, что мая нас удрознивать от, скажем, белорусских университетов, те и шире таких колледжи. Мы не великие университеты, это доброе, что мы ведем этим на плане. Тын ли ку... Серафа Плэннико? Я personally prefer the situation that we all know our faculty, и vice-versa, faculty knows us. ЕHU was created as a small community, и я appreciate the sincerity в отношениях между студентами и факультами, и даже с директором, это что-то не differs от нас от Белорусских университетов. Я думаю, это... это вопрос, что Денис и я согласно, и я согласно, что это что-то, 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 как-то, что-то привезти на практике, все мыслить, и есть родители. и в администрации, что вы работаете с лучшими программами, что можно сделать. А также, как я сказал, что это очень тяжелое, что у нас есть 1-8. И в реалии, мы даже у нас есть 1-5. Поэтому, когда кто-то спросит, что у нас есть идея для института, я говорю, что если вы делаете все что-то, что вы хотите делать в институте, и что вы сможете, то вы можете найти на уровне уменьшить, вы можете получить в институте, но вы можете получить в институте. Поэтому, я думаю, что это нужно, что мы должны создать в институте. И, конечно, 1-8 ratio или 1-9 ratio может быть неизвестен в этом уровне в качестве в нашем Градуате программ на уровне. И я думаю, что мы не сможем чтобы было бы это просто, В этом вопросе я абсолютно соглашусь с Денисом, на некоторых программах соотношение преподавателей-студентов даже является один к пяти. Если бы у меня спросили, каков оптимальный размер университета, то я бы ответил, что если ты делаешь все, что ты желаешь и можешь себе позволить, то это идеальный размер университета. Однако нам необходимо найти правильный баланс, и мы не хотим потерять те ценности, то личное, в какой-то степени интимное общение, которое существует между студентами и преподавателями, и мы будем стараться их сохранить. Спасибо, 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 мы тоже получали больше вопросов, и мы уже были отличными. И тогда я уже говорю спасибо всем за участие, и я уже в журналисты пришлю в Макс-Сырку, и тогда встретимся, когда будут любые новости. Спасибо. Спасибо.